Друзья, привет! Что такое бактериальная пленка? Откуда она берется? Чем опасна и опасна ли вообще? Как ее убрать? Что такое поверхностный скиммер и как получить его бесплатно? Узнаем в сегодняшнем видео. Желаю вам приятного просмотра! Микроорганизмы-сопрофиты. Они питаются органикой, остатками растений или животных и перерабатывают их в неорганические соединения. Чаще всего именно их подразумевают под бактериальной пленкой. Такая пленка образуется обычно из-за большой концентрации органики и при недостаточном перемешивании слоев воды, в том числе верхнего. Также может появиться от некоторых кормов, точнее от содержащихся в них жиров. Да и банальный перекорм может способствовать. Микроскопические сине-зеленые водоросли, размножающиеся в аквариуме, также могут спровоцировать появление бактериальной пленки. Опять же, это осложняется застоем верхних слоев воды в аквариуме. Опасна ли такая пленка? В отличие от химической или масляной, нет. Единственное, она может препятствовать выходу углекислого газа, что в перспективе рыба может навредить. Но многие живородящие и не только, например, меченосцы или гупи, не прочь перекусить самой пленкой. Улитки тоже могут в этом помочь. Избавиться от бактериальной пленки достаточно просто. Иногда достаточно направить поток от фильтра на поверхность воды, включить дополнительную аэрацию, а можно использовать известный всеми способ с листом бумаги. Таким образом мы спасали аквариум на выставке в доковидном Китае. Но способ этот достаточно трудозатратный в некоторых случаях. Можно провозиться очень долго, а на следующий день все начать заново. Можно установить специальную насадку на заборную трубку внешником. Но самый простой способ, на мой взгляд, это использование поверхностного скиммера. И тут мы переходим ко второй части видео, обзор и розыгрыш поверхностного скиммера Yuvel EcoSkim, который за короткое время удалит с поверхности воды биопленку и другие органические остатки. Поставляется в приятной небольшой коробочке. В комплекте все самое необходимое, в том числе ершик для обслуживания и ключ для доступа в сердце скиммера. Само устройство тоже очень компактное, в сборе высоту всего 16,5 см. Но, несмотря на это, производительное. При потребляемой мощности 4,4 Вт, производительность 300 литров в час. Производительность, кстати, можно регулировать. EcoSkim имеет в комплекте крепление непосредственно на фильтр в аквариумах Yuvel. Таким образом, плавающие на поверхности воды загрязнения сразу отсасываются и подаются непосредственно во внутренний фильтр Yuvel. Есть и крепление на присоске, что позволяет использовать его в любом аквариуме. Заборная головка или поплывок сам настраивается на уровень воды и всегда занимает нужное положение. Пользоваться скиммером очень просто. Устанавливаем в удобное место в аквариуме и включаем питание. Длина кабеля, кстати, 238 см. И все, можно забыть про бактериальную пленку. Yuvel EcoSkim и другую продукцию Yuvel вы всегда можете приобрести у моих друзей в интернет-магазине экзаменю. А до конца года это можно сделать со скидкой до 15%. Подробная информация по ссылке в описании. Там же промокод на скидку 10% на другие товары, не участвующие в акциях. А теперь розыгрыш. Получить скиммер Yuvel EcoSkim так же просто, как и им пользоваться. Достаточно подписаться на сообщество Скалярики в ВК, ссылка в описании, и сделать репост записей с розыгрышем. Да, розыгрыш на этот раз среди подписчиков сообщества, так как YouTube последнее время странно реагирует на комменты, отправляя их в спам. Да и давно в группе ничего не разыгрывали. В общем, подписка на сообщество, лайк и репост. Победителя определим рандомайзером 15 ноября. Результаты будут опубликованы также в сообществе Скалярики. Напомню, ссылка в описании. И на этом все. Не забывайте голосовать лайком либо дизлайком, подписываться на канал и нажимать на колокольчик. Я с вами прощаюсь, увидимся уже через пару дней. Субтитры создавал DimaTorzok